ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кировской области водители со стажем до двух лет стали чаще устраивать ДТП. В сравнении с первыми четырьмя месяцами прошлого года показатель вырос почти на 20%, информирует ГИБДД. В авариях с участием начинающих шоферов пострадали три десятка человек. В основном речь идет о столкновениях машин, наезде на пешеходов и о наезде на препятствии и дальнейшем опрокидывании авто. ТРАССА СТО ОДИН Специалисты прогнозируют рост и даже взлет спроса на автомобили в России. Период самоизоляции закончился. Это время многие потратили на переосмысление своих транспортных привычек. Доверие к общественному транспорту из-за коронавируса упало, поэтому люди будут стремиться обзавестись личными авто. В первую очередь подъем спроса на автомобили ожидается на вторичном рынке. ТРАССА СТО ОДИН Рено вот-вот собирается представить обновленный капсюр для России. Автомобиль получит, в частности, иную радиаторную решетку, двухцветные колесные диски, новую приборную панель, другие сидения. В линейке моторов появится 150-сильный бензиновый турбированный агрегат объемом 1.33, работающий вместе с бесступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода. О цене новинки пока не сообщается. Нынешняя версия Каптюр стоит минимум 960 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН В нашей стране второй месяц подряд фиксируется повышенный спрос на новые мотоциклы. В апреле двухколесные транспортные средства, по данным агентства «Автостад», покупали главным образом в Москве, Московской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане. Что интересно, лидером продаж является российская марка «Рейсер». Байки из японских, китайских и тайваньских запчастей собираются в Барнауле. Далее идут БМВ, индийский «Баджадж», «Харлей-Дэвидсон» и «Мотолэнд». ТРАССА СТО ОДИН Вот так находка. Недалеко от Челебенска в лесу местные жители нашли почти 60 новеньких автомобилей «Тойоты Камри». Как утверждают СМИ, машины, находящиеся там уже около полугода под открытым небом, приобретались к саммитам Шосс и Брикс за бюджетные деньги. На их покупку ушло порядка 120 миллионов рублей. Все автомобили оснащены 181-сильными бензиновыми моторами объемом 2,5 литра. Чиновники заявили, что иномарки не валяются в лесу, а находятся на специальной территории под охраной. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН